Добрый день! Добрый день! Правда, это не значит, что сейчас все вопросы решены. Областным объединением профсоюза укажут в приватности об проблеме беспросовья и замороживании зарплаты на некоторых предприятиях. Причины у значной ступени объективные, но это не значит, что их нельзя решить. Нет равнодушных людей к оценке своего труда. Наверное, вот в этом и смысл первомайского праздника, в том, чтобы в период такой красивый, который происходит в природе, расцвета, пробуждения, цветения, наверное, чтобы у людей поднималось настроение, вселяло в них уверенность и надежду. А профсоюзы для себя миссию видят в том, чтобы, конечно, по максимуму работать на то, чтобы человеку было комфортнее работать и жить. В якости подарунка от профсоюзов до святопрацы концерт на территории Паласова-Паркового ансамбля. Сегодня у Гомеля теплый солнечный день, а тому глядачу ушмат. У речи першамая гэта еще и добрый настрой. До речи, минавито Паласова-Парковый ансамбль можно назвать центром всего летнего святкования 1 мая. У гэтый день тут заявилась еще одна скульптурная композиция. На гэтый раз пересвеченная былому владаннику гомельского маюнка Федору Паскевичу гоноровому грамадянину Гомеля еще с 1888 года. Минавито при его жити Паласова-Парковый ансамбль набыл сучасный выгляд. Нам всем не хватает вот таких каких-то, вот этого 19 века. Задача сохранить вот это наследие, а не заниматься новоделом. По традиции, першамая у Гомеля гэта открытие одразу двух сезонов. По-перше, сезонных гвоздяков на территории Паласова-Паркового ансамбля. На початку мая тут расцветаются напыльно тысячи гэтых кветок розных гатунков, плюс початок сезонных фонтанов. По великим рахунку, яны заявляются уже визитной карткой города. Сегодня фонтаны есть во всех районах Гомеля, причем местовое керавництво, а гучевые планы по реконструкции тых фонтанов, что были створены некакие десяти годи тому. Работы на некоторых зык будут проведены уже у гэтом годе. 1 мая у Волгу или час коллективизуются работы по наибольшь важных накерунках. Для областного центра свернут першочарговых задач будовництво дорог. Сколькость машин тут такая, что истнующие просто не могут забеспечить нормальный рух. Правда, гэтая задача не одного года. У нас в планах в этом году еще расширение нескольких одних из главнейших улиц нашего города. И вообще эта тема будет приоритетной, наверное, на ближайшие, может быть, даже несколько десятилетий. Потому что ряд проектов, таких как «Восточный обход», «Север», «Юг» – это очень финансово емкие проекты, стоимость которых исчисляется триллионами рублей. Безусловно, ни за год, ни за два, и, может быть, даже ни за одно десятилетие нам придется реализовывать эти проекты, но другого выхода нет. Это требует жизни. Мазырский, Добрыжский и Кармянский районы досягнули наибольшезнашных показчиков по выниках работы в минулом году. Разом с ними на областную дожку гонора занесены назвы предприемств и организаций, которые добились успеха в экономии ресурсов, а так само стали лепшими в своих сферах. Отповедные посвящения пероможцам были урушены подчас урочистого схода, присвященного святу праце. Все лето пероможцам с поборництва по социально-экономичным развитием Гомельской области сирот городов и районов вызначали у 48 номинациях. На обновленный дождь у гонору назвы лепших районов и простовников у всех сфер экономики региона. Савгазском беназаре Мазырского района улику пероможцам не в першиню. На предприемстве подкресливают, что это выник шмат годовым и накерованной работы по досягнении максимально высоких показчиков. Наш коллектив из ввода в год добивается высоких результатов как в производственной сфере, так и по экономическим результатам. Прошлый год тоже не стал исключением. В принципе, достигнуты хорошие результаты в растеневодстве, животноводстве, ну и в первую очередь в экономике, что позволило выплачивать достойную заработную плату всем членам нашего большого трудового коллектива. На урожистом сходе, прасвеченном святу прасы, простовники и прасовных коллективов громадских организаций, органов УЛАДы. В этом году на Гомельщине уже в девятый раз урушаются посвечения об занесении на областную дошку гонору. Сярод Лепших, Петраковский райжил Камгаз и Гомельский химичный завод, Калинковицкий меблевый комбинат и областный музей военной славы, сельско-господаршее предприемство «Отар» с Чаширского района и Гомельский зажавный колеч мастерства и мясо Каловского. За каждой перемогой у партия праца и достигнение, якими можно гонориться. За свой десятилетний стаж работы в должности председателя мы занимали третье место, второе, а сегодня мы получаем оценку первое место. И, конечно же, это результат. Но это не тот результат, на котором надо останавливаться. Мы планируем на этот год более серьезные результаты, гораздо серьезнее по получению и зерна, и молока, и всего того, что производится на территории района. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Завтра в Беларуси протягнутся работу промые телефонные линии. В нашем регионе на пытание грамадян будет отказывать наместник старшиня был в Иконкама Олег Михайлович Пачинак. Нумер телефона промой линии 75 12 37. Звонки приймают с 9 до 12 годин. Параллельно промую линию проведет наместник старшиня Гомельского гар в Иконкама Сергея Уенович Андреев. Звернуться можно по номеру телефона 74 63 33. Як и зауседы, по субботах приймать звороты грамадян будут в районных администрациях и райвы Конкамах. Мы протягиваем сумесный проект телерадо-компании «Гомель» и областного музея военной славы в улице Героев. Наступный материал присвященный нашей земляшце, боевой летчице Галине Докутович. От им лику, дякую, шеее подвигам, у часы войны гитлеровцы познали жах под назвой «Нашные ведьмы». В улице Докутовичу Гомеле гэта мяжа чыгуночная и советская районов города литеральна по линии рэек чыгунки на гэтом участку. Сама улица Докутович сихая, невеликая, меньше за километр. Жилый сектор у кветках «Яблынь». В основном дравляные побудовы у тым лику после военного часа. Тут разместились Гомель-Гарсвятло, автозаправочная станция дыспециализованная маэстерня с магазином. А лишь хто стоит за назвой гэтай в улице Докутович. Во время войны она стала летчицем, летала на легких ночных бомбардировщиках в составе Таманского полка 46-го. И, собственно говоря, много было боевых вылетов совершено. И, к сожалению, в 43-м году у станицы Русской в Краснодарском крае она погибла. Миновитый Гомельский аэроклуб выхвал у Галини Любову до неба. Потом был Московский авиацинный институт, а с початка войны специализованная авиашкола боевых пилотов. Яшэу переед навучанне зимой 1942 года в якості штурмана Докутович лятала на цяжким транспортным самолёте. Потом здейсняла больш за 120 боевых вылетов. Изгарэла. Упал днём небе Тамані у ночь на першая жневня 1943 года. Цапер у Гомеля проводзецца мемориальны турниры мя Галіны Докутович па Мастацкай гімнастыцы. На будынку Дзержавнага палітехнічнага каледжа, дзе яна калісті вучылыся, зараз размешана мемориальная дашка. А яшэ Галіне прасвечана пісня, непридуманная баллада пракаханне. У выкананне зоркі эстрады 50-х годов минула гастагодзя Галіны Нінашавай. Сніміт пілотку, прічёску поправи, Глянєт із далі них мовей листок, Глянєт з воєнних пылых фотографій, Девушка з утренним нежним лицом. Така ситуація, наші дівшки хотіли побільше взяти боєприпасів, часто оставляли парашюты, поэтому, коли попадали, так сказати, под світ прожекторів, достаточно було зажигательного патрона, щоб, в чому-то, вони просто згорали в воздухі. Меновито 46-й Таманский полк Галина Докутович немців прозвали «Ночніє вєдьма». Літчицями було скинуто каля трох мільйонів кілограмів бомбів 26 тисяч запальних снорадів. Було викликано більш за 800 пожаров і 1100 выбухів великої можливості. Галина Докутович загинула у бої, калі їй було усягод 22 гады. Віталь Довгий, Дмитрий Радзянко, Сергій Лукашук, Толя радіокампанія «Гомель». Тему необхідності повеличення контролю за виконанням правилів і нормам пожарной безпеки проведення будовництва обмерковували на колегії обласного управління МНС. Для уделу запросили простонніков будовнішої Галіны і Гомельського обласного управління Державного промислового нагляду. Головне питання, що узнімалося на колегії, безпека на об'єктах будовництва. Кожний год інспекторы Державного пожарного нагляду виявляється грубі порушення, які суперешать потребуванням нормативних документів і підвергають різиці не тільки робочих підрадних організацій, але й людей, які після будуть працювати на об'єкці. За минулого року тільки на території Гомельської області виявлено шмат прикладів, коли за халатності керівників будовлі відбувалися пожары, які приводили до істотних стратов. Посмотрите, у нас по республіки на сьогоднішній день за этот год уже ущерб составив 113 мільярдів, а у нього уничтожено 669 строений, 446 голов скота, 101 единиця техники, 1000 тонн гробих кормов, 5805 птиц. Вот она економіка. То, що здається напряженним колосальним трудом, ось так бездумно вилетє в трубу і плюс к цьому ще з чоловічними житнями, чоловічними життями. Тому ми з вами непосередньо теж участвують в цих економічних вопросах. У Білорусі відбувалася республіканська акція «Шистий водоєм». У нашому регіоні мероприємства активно підтримали областна організаційна структура Білорусського товариства поля у нічих і рыболовів, обласний комітет природних ресурсів і охови новокольного осяродзя, а так само студенти і школьники. Акція «Шистий водоєм» проводиться в нашій країні другий год. Її мета – проведення парадок прибережних зон водоємів на переддні відкриття сезонно-масового відпочинку. Огульними намаганнями усіх удейників мероприємства відсміття був очищений великий участок прибережной зони Рокисош у воколицах Новой Гуты. Вдвоєне приємно, що в цій акції приїмають участь наші молодіжі. Без молодіжі немає будущого. І я вам хочу сказати, що стремлення молодіжі навести порядок, не оставити за собою грязь і мусор, це наше будущее, то, яке должно привести до того, щоб все ж наша родна синьокая Беларусь стала действительно чистой, красивой і опрятной. Почас акції супрацівники природоохонних структур проводили ісше тлумаршальну роботу вся рот порушальників. Некоторі аутоуладальники парковали свої транспортні сродки для води, за що можна отримати не тільки по Піар-Іджені, але і администраційне покарання. За нарушення части парковки транспортних средств в прибрежной полосі, т.е. ближче 30 метрів от різаводи предусмотрена сейчас відповідальність до 10 базових. А планирується відповідальність ще більше увеличити. Т.е. з 10 базових до 50, вплоть до конфискації транспортних средств. Напевно, не пройдя біоследна акція і для молоді. Многі з молодих людей мають своє мерковання на конт аховыно-акольного асяродзі. Лічать, що особисту укладу в цю справу ліпший приклад для пераймання. Такі акції треба проразводити почаще, щоб наша система еко була завжди чиста і стабільна, щоб людям було приємно приїхати на віддіх, а не натикатися на якісь бутылки, силофан і проще другое. Все оставляють тільки углі після себе. У вуглі, коли говорить об якості води, то за пошні 10 годів означається динаміка її поляпшині, дякуючи пастоянному лабораторному контролю на випусках стекових вод, реконструкції старих і будовництву нових очищальних збудованьів. Так, рака УЗА, яка не один год лічилася забруджене, в 2013 годі перейшла у категорию умовно чистых. До речі, усі жадаючі принести користь природі можуть принять у діл і у сусветной акції по зборці сметця зроби, до якої Беларусь долучиться 16 мая. Светлана Князева, Сергій Лукашук, телерадую компанію «Гомель» з Гомельського района. І на цьому «Поколю сё» за розвитюм падзей, сошити по наших випусках. А я з вами розвитвуюся. До побачення. Субтитрувальниця Оля Шор Дякую.